Йоу! Здравствуйте, уважаемые зрители! Запись-то идет или не идет? Я не пойму. Запись, запись, ау! Ну, скажу еще, если что. С вами Гремлин Серж, и вы на канале Taurus Gaming Revival, и у нас масштабное прохождение игры Undertale. Я пытаюсь сделать все возможное, что может сделаться. Ну что, ребята, мы с вами победили главного босса в концовке Пацифиста, но не закончили игру, а отправились с вами по всему миру, чтобы наблюдать, прощаться и увидеть, как мы изменили очень много жизней, своей решимостью, своим желанием сделать все лучше. Ну что, отправляемся с вами дальше? Мы уже практически прошли все водопаде. Ох, помню эту великолепную свалку. Были мы здесь, были. Конечно же, мы сейчас зайдем, да, с вами в тупичок, потому что здесь мы падали с моста, когда за нами охотилась Undertale. А тут Мойша! Не топчи мне тут ногами грязными! Я здесь только что помыл! Ну да, здесь у нас тупичок, так что придется пользоваться уточкой. Уточка это наша обязательная программа. Ну ладно, давайте пойдем, но мы все равно воспользовавшись уточкой пройдемся вниз. Несмотря на то, что мы знаем, что там тупик, мы все равно сходим и посмотрим, что да как там. Точно, я же забыл еще про одно место, в которое не заскочил. Что тут? Все еще горит? И так, ты помог нам всем обрести свободу. Кажется, и я прям вел себя как болван. Ну и дома ондайн горит. Похоже, теперь здесь живет только огонь. Ну с новосельем тебе, Огонек. Ну а мы летим на мега суперкрутой уточке! Герои просто боевиков! Поехали! Принять предложение, птицы! Полетели! А где такой прям боевой саундтрек? Нет, все? Мы теперь только под одну мелодию во всех местах ходим, так что ли? Мелодия-то конечно же хорошая, но я думаю она нам немножечко может надоесть. Ну ладно уж, хоть так создатели решили, то будет так. Вот, сюда мы с вами пройти не можем, не смогли, потому что здесь у нас было секретное место, точнее отсюда мы здесь сталкивали с Эндайн и она нас скидывала. Ну и походу здесь ничего, да, не изменилось. Но я никаких изменений абсолютно не вижу. Странно, интересно и странно. м ты, че, не будешь со мной говорить? Точно. Я не могу решать, когда я с тобой. Слыхал, ты вернулся? Я расскажу тебе большой секрет. Я собираю игру, понимаешь? Она Она называется Red Hot Chibi Petters. Я успела придумать только название. И я не умею играть на инструментах или петь. В общем, как думаешь, мы прославимся? Конечно. Ага, я тоже. Ой, мяшечка, мяшечка. Йоу. Так прекрасно быть с моей прекрасной половиной. Снова с моей сестрой. С Айсклсблайнд! Отношение с сестрой. Я и... Ау. Ну а что, я с тобой поговорить не могу, сестичка? Ну ладно. Ладно, ладно. Так, здесь у нас, здесь у нас. Ты! Музыка продолжает играть и не останавливается. Ох, как же давно это все было. Как давно мы с вами здесь ходили. Это дождь, эти лужи. Здесь мы обзавелись своим новым другом. Маленьким дракончиком, динозавриком. Немножечко бестактным, громким. Но все равно нашим другом. Чудесные места, да? Воу, воу, воу. Ладушки. О, самое красивое место во всей игре. Вот. Мое личное мнение. Это самое красивое место в этой игре. Замечательно просто сделано. Все красивое. Приятные цвета. Да ладно. Сначала призраки существуют. Потом аниме. Все мои кошмары. Ха-ха-ха. Реальные. А, залезть. Да, нам не получится. Не дадут нам залезть. Взять зонт. Возьмем один. Ой. Залезть нам туда не дадут. Ну и ладно. Зато мы увидели этого качка, который не любит аниме. Ты не любишь аниме? Аниме это классно. Несмотря на то, что я как-то немножечко отошел от него. Я, наверное, слишком поздно им увлекся. Ну и годик, конечно же, посмотрел. Посмотрел там чуть больше сотни тайтлов. Разнообразных абсактов. Вообще, мои вкусовые пристрастия в аниме это дичь полнейшая. Поверьте мне. Многим это и не понравится. Даже, понимаете, некоторым любителям аниме не нравятся те аниме, которые я смотрел. Например, мой друг, который меня подсадил на аниме. Он до сих пор в шоке от этого. Ну а мы зонтик, кажется, сперли, ребят. Так, а наверх, если мы с вами пойдем, то тут пианино найдем, да? Пианино и шкатулочку. Ну и хорошо. Что-то с Мурена, конечно же, маленькой стало. Вот. Я буду мечтать о том, что мы станем свободными. Так как, если мы освободимся, то как я узнаю? Ну, я буду держать свои щупальца за тебя, слышишь? Как только я узнаю, я буду первым, кто скажет тебе, слышишь? Фух. И что, мы реально будем теперь всю игру с зонтом ходить? Классно. Мне нравится. Сперли чужой зонт. В Японии нас бы за это отругали. Отругали. Так, ну ладушки. Хе-хе-хе-хе. Сперли зонт. Гениально просто. Ну, мы уж слишком хорошие. Дайте хотя бы зонт спереть, я не знаю. Мы спасли весь мир. Я думаю, нас простят, да? За то, что мы сперли зонт. Простите нас, пожалуйста. Монстры. Господи, я уже настолько перепотевший весь, что у меня аж наушники хлюкают. Уж настолько жарко мне это. Вы просто не представляете, какие я тут героические поступки ради вас сделаю. Теперь мы можем подойти и увидеть настоящие звезды. Но я все еще не знаю, что же это такое. Здесь у нас раньше было мороженое. Это сундук для хранения ударных карт. Сейчас он пуст. И мы больше никогда их с вами не получим. Наш сундучок. Телескопик. Это странно выглядящий телескоп. Посмотреть мы опять тоже уже не можем с вами. Ну и хорошо. А этот сыр так, к сожалению, мышь не удалось получить. Похоже, что мышь как-то выгрызла немного сыра из кристалла. Все-таки она смогла это сделать. Музыка. Не дает пищать мыши. Господи. Чего? Ох, зонты запрещены. Вот так, да? Он не хочет с нами разговаривать из-за того, что мы сперли зон. Ну, нельзя побыть немножечко плохим. Господи. Ну, не-е-е-е. Я ладно. Коль я тут так сразу плохим стал, то пошли хюш отнесем зон обратно. Не хочу быть плохим. Я хороший. Я добрый. Я мир спас. А где мы зонт-то брали? Напомните мне, пожалуйста. Здесь у нас уточка. Нет, вниз, значит, нам, да? Ой, а далеко-то как нам его перить-то придется? Ух, боже мой. Вот. Хотел повеселиться, а как всегда, в общем, все испортил. Теперь лишние пять минут мы будем здесь с вами ходить, зонты относить. Ну, зато мы увидели нашего друга. Это случится в любой день. Да. На самом деле это уже случилось. Плыви, малютка. Плыви. Ты свободна. Как и все мы. Мы все свободны. Благодаря, конечно же, мне. Ой, ладно. Зонт, извини, не получилось мне. Тебя украсть. А понимаете? Понимаете? Зонты тоже хотят на поверхность. Понимаете? Эти зонты тоже хотят увидеть солнце, луга, траву. Все. А мы их оставляем здесь, в подземелье. Это жестоко. Понимаете? Это же, блин, это реально жестоко. Я считаю, что это по-свински. Ну, ладно уж. Такие порядки. Зонты должны быть в ведре. Ну, и пускай будут в ведре. Гнить здесь, в подземелье. Когда вы все монстры. Выйдите на поверхность. Вы не любили людей из-за того, что мы с вами так поступили. А вы то же самое поступаете с зонтами. И на кого зонтам надеяться? Не придет же человек и не спасет их. Не победит страшных монстров. Нет. Они останутся здесь навсегда. Три монеты за переправу. И куда ты нас отвезешь, скажи мне? Запрыгивай. Во как, да? Спасибо за то, что походил по моему лицу. Вот три монеты. Извращуга. Но зато классно. И, наверное, он здесь появляется сразу же после того, как мы проходим это место. Просто мы сюда же не возвращались с вами. Пользовались ловцом. Ну, в принципе-то, он нас недалеко, да? Отвозил. Не, ну, в принципе, да. На нем все-таки побыстрее дело будет. А то здесь вон какие территории аж. Приходится пешком проходить. Так что три монеты за срезание такого количества пространства, в принципе, нормально, как по мне. Вот помните, здесь нас Undyne копьями мочила в первый раз. А-а-а-а-а-а! Попался на эту удочку. Все-таки нам придется топтаться по лицу этого извращенца еще раз. Ой-ой-ой Ну ладно уж, так и быть А счастливым парнем А вот если бы он бы нам еще и доплачивал Не возвращал наши деньги А еще и доплачивал, это было бы вообще странно Ну ладно уж Че уж там Всем из припобахов У всех свои извращения Я вот лично верю, что Нету абсолютно неизвращенных людей Не верю Все мы Гвязные извращенцы Стоили с другой стороны, спасибо Да-да-да-да-да Ну хорошо, но мы все равно Сюда пройдем и посмотрим, что здесь у нас Здесь у нас еще одна Мойша Верхний мир ужасает меня Весь верхний слой земли состоит из грязи А ты сейчас в грязи, понимаешь? По факту ты под землей Посмотреть в телескоп? Давайте посмотрим в этот телескоп Вот че-то эти вспышки Мне абсолютно не радуют Я вот не пойму, что такое Не хочет ли моя видеокарта Вдруг резко Испортить мне жизнь Я не знаю Ну ладно Будем считать, что все нормально Дырочка Ой Ну а мы уже подходим к концу В водопаде, ребят Тут нам немножечко осталось Здесь мы уже Ну да, здесь нам совсем чуть-чуть Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Прям вот совсем Грамулечку осталось пройти И мы уже Будем в Снежнеграде с вами Ну тут мы никого не встретили Ну и ладно О, этот счастливый парень, да? Это Ау Беспощадно тебе даже Новой реплики не дали Мне так жалко тебя, парень А самое главное Волк-то расслабился Ядро охлаждать Он не хочет у нас Так, это туман Туман, туман, туман Здесь мы с вами Сражались с папирусом Помним эту его будку, да? Закрыта изнутри Дом папируса, да? Дверь закрыта И я не помню, что нужно делать В общем, ребят Я совершил страшное Я вам Профукал И не взял себе Ключ От комнаты Санса Комната Санса Это еще одна Такая секретная локация В которую можно попасть Совершив Некоторые манипуляции Расскажу вам Как это произойдет И что я буду делать Вообще Получается При получении Пацифиста Когда ты приходишь В тот зал В тот зал Где с нами Разговаривает Санс Мы перед самым входом Сохраняемся И вот Сохранившись И зайдя Поговоря с ним Мы должны выйти из игры Загрузиться Зайти в эту комнату Опять с ним поговорить Опять выйти Опять загрузиться И на третий раз Он скажет Типа Все это ты уже слышал Много раз А так ты должен Узнать правду И даст ключ От своей комнаты Я ясный пень Все это пропустил Прозевал Из-за своего незнания Из-за своей Непамяти И что же я собираюсь делать Я прибегну К очень могучей И великой магии Называемой Интернет И сейчас Я отключусь И Вставлю Видеоролик Найденный На просторах Интернета Кусочек С комнатой Санса Переозвучу Скажу Свои вещи И покажу Вам Потому что Ради одной Комнаты Это я Проходить Заново Всю игру Не хочу Мне еще Геноцид Открывать Я конечно же В восторге От этой игры Но скажу честно Она мне Немножечко Надоела уже И поэтому Еще раз Ради Чисто Одной Комнаты Все это Проходить Я Не Намерен Так что Сейчас Вы увидите Магию Интернета В итоге Было все таки Решено Создать Специальную Серию По контенту Который У меня Не попал Поэтому Ничего Здесь Нету Ну вот И все А теперь Я продолжаю В режиме Реального Времени Путешествовать По этому Миру И здесь Мы с вами Видим Всех Наших Собак Классно Младшенький Борьба Моей Жизни Завершена Я Только Что Решил Сегодня Словесную Гвалоломку Ух ты Так много Новостей Сегодня Я даже Не знаю С чего Начать Как Насчет Такого Заголовка Монстр Освобождается От Подземелья Не Недостаточно Броска Как Насчет Топ 10 Монстров Освобождение Которых Из Подземелья Вы Не Поверите Как Это Странно Это Будет Последний Выпуск Нашей Газеты Почему Просто Не Можем Напечатать Огромный Конец На Заглавном Законеченном И Закончить На Этому А Вот Этому Правильному При Любой Возможности Пытаюсь Избавиться От Работы Халтура Вот Как Вот Этот Халтурщик Ледяной Волк Больше Не Должен Бросать Лед Ледяной Волк Теперь Может Взять Перерыв Чтобы Купить Какие Нибудь Штаны Ха-ха-ха-ха Бедный Парень Теперь Мы Можем Играть В Монстров Людей С Настоящими Людьми Когда Люди Играют Монстров Людей Они Это Называют Просто Люди И Люди Тонко Тонко Догадываетесь Сами Как Как Говорится Версус Баттле Сложный Панч Поймете Потом Похоже Настало Время Совершенно Но Мира Без Границ Ва-ха-ха Это Дух Приключений Я Будто Снова Ребенок И Мои Детки Как Вдвойне Дети Ох Что за Чудесный Стук Может Если Я Не Буду Отвечать Я Услышу Его Снова Нет О Ты Здесь Привет Ой Ну Ладно Пошлите Дальше Ох Мы Свободны Наконец Я Смогу Перестать Улыбаться А это Сложно Знаете Всегда Улыбаться Людям Видимо Мне Придется Больше Переждать Запад Не Придется Больше Переживать За Подколы Я Тут Собрался Пошутить Но У меня Нет Шутки Ну И Правильно Интересно А в Верхнем Мире Есть Горячие Парни И Мне Надо Выпить Я Уже Готово Ой Поверь Мне В Наших Человеческих Реалиях Ох Тебе Не Понравится Уж Слишком Много Горячих Парней Решат Воспользоваться Такой Беззащитной Зайкой Совсем Скоро Я Смогу Попробовать Человеческую Еду А Затем Я Пожалуй Попробую Принять Человеческую Ванну Эй Народ Больше Не Приезжает В Город Видимо Наша Культура Не Будет Стерта За Исключением Того Что Теперь Отсюда Уезжаем И Ох Ну Думаю Все Может Быть Таким Панко Персиковым И Кремо Панковым Господи Музыкальный Автомат Сломан Молодец Спасибо Парень От тебя Одобрения Я Всегда Ждал Вау Целый Новый Мир Можно Больше Не Переводить Грилби Пустяки Ведь Я Все Равно Просто Выдумал Все Что В конце Концов Я Так И Не Подцепил Сегодня Ни Одной Девчонки Так Что Малыш Поверь Мне Не Пытайся Поймать Симпатичного Человека На Удочку Откуда Послышался Унылый Смешок Он Наконец-то Выиграл В игру В покер Против Самого Себя Он Настолько Задрот Что Даже К родителям Не вышел Потерянное Поколение Я Слышал Доктор Альфис Рассказала Королю С королевой О тех Ужасах Что Она Творила Королю Было Так Жаль Что Он Не Знал Он Крепко Больше У нас Нет Королевского Ученого И Вот Это Политика Йо Как Жизнь Я Тут Короче Немного Подумал Может Анда Не Так Крутая Как Мы Думали Она Просто Немного Грубая Но Йо Я Знаю Один Способ Как Стать Намного Круче Не Ха Ха Было Здорово Познакомить Людей С Нашей Традиции Наверное Она Им Покажется Странной Тот паренек Сказал Что Иметь Ручного Кролика Весьма Странно Во-первых В этом Нет Ничего Странного Это Мило Во-вторых И Что Что Такого Особенного В прогулке С младшим Братом На поводке Господи Мир Сошел С ума Я Кого Нибудь Еще Бесят Эти Неуклюжие Альмалгалы Или Они Мняшки Здравствуйте Простите Нет Времени На сон Гостиница Закрывается Потому что Все мы Уйдем На поверхность Мама Говорит Что Теперь Мы Можем Выйти На поверхность Но Что В этом Такого Великолепного Я не хочу Переезжать А я Представляю Был момент Болтал 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 Ерунде у меня в голове Может быть, когда-нибудь я об этом поговорю Ну ладно, продолжим наше прохождение Приветствую, путник Так, ничего я не хочу Так, ничего я продать не хочу Да, 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 да Говорит, последние события Последние события Я имею ввиду, это случилось и с вами, верно? Странная белая вспышка Затем ощущение, словно тебя затягивает Куда там? Потом вдруг все вернулось на свои места А самое главное, Набстабук сам сказал, что он Избежал затягивания Азриэлем Я запомнил, я просто загуглил Я запомнил, что его зовут Азриэль Да, затягивание Азриэлем Человек Я слышал, что это все из-за человека, проходившего здесь Человек Мне тяжело в это поверить Но если он решит остановиться тут Я его радушно приму, как и полагается героям Руины Слыхали, руины были открыты Но самое главное, они были открыты изнутри По-видимому, королева находилась внутри бог знает сколько Невероятно, да? Будущее Что ж, я думаю, что перенесу свою лавку на поверхность И, к сожалению, у меня больше нет никаких планов До свидания, возвращайтесь снова Но, к сожалению, снова мы не вернемся Точнее, мы, как игроки и как зрители, конечно же, еще сюда вернемся Но наше возвращение не будет таким добрым Добрым, радостным И позитивным Поверьте мне, оно будет весьма жестоким Потому что нас ждет концовка геноцида Может, кто-нибудь на поверхности обратит на меня внимание? Там так много людей Кто-то же должен, правда? А этот все переживает из-за своей классной шляпы Должно быть, она больше изнутри Так, вниз, вниз, вниз Здесь у нас вот этот вот парень Все уже уходят, а? Ну и, пожалуйста, может, наконец настанет тишина и покой Сейчас я вам раскрою небольшой секрет Помните вот эту вот комнату? Я ее очень давно вам показывал И думал, да, как в нее попасть На эти кнопочки нажимал и все В конце пацифиста будут титры Но они будут не просто титры А там будем мы в виде нашего Альтер-сердечка, обозначающего нас И мы должны будем Увернуться от всех Возможных титров И если хоть раз мы зацепимся У нас был домик на голове Хоть раз мы зацепимся Мы А я этого не помню Вообще не помню Это снежный папирус Это кучка снега Со словом Санс Написанного не красным маркером Я знаю, как мне теперь выделиться Ушной пирсинг Хотя Почему нет? Я, например, всегда положительно относил Мы все настолько скучные Наше тело На 7 миллионов И поэтому я всегда считал, что Ну, вполне нормально Если человек хочет как-то Изменить себя Почему нет? Главное, чтобы это не Переходило прям в полный Глобальный трынгец Ну, а почему нет? Мы все свободны Ладно, ладно Я перестану бездельничать А этот пес знает Наверное, нет Так ведь? Все-таки Он это сделал Он отлип Похоже на основу для Собаковика Во как На полу внутри находится Коробка шпиц-изюма Вот же Ну, закончено И вот Если мы Увернемся От всех Возможных Титров Мы Сможем Потом уже В геноциде Или В какой-то другой момент Зайти в эту комнату Но беда-то в том Что, вероятнее всего Я не увернусь Вы сами знаете Насколько я отвратительно играю И поэтому Возможно Мне придется еще раз Прибегнуть К магии интернета И показать вам Это Уже Не со своими силами Но все равно Посмотрим Что будет Ммм Полагаю Мы должны выбираться На поверхность Там же есть леса В которых мы можем жить Верно? Конечно Есть леса Приходите К нам в дом Наши двери Всегда открыты Так Все-таки С Нижнеград Побольше Будет Водопаде Водопаде Самая маленькая Локация Ха Спустя столько времени Ты все еще думаешь О моей шляпе Пожалуйста Зазнайка Так Здесь ничего нету Так 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 Тарелка Разогретых Спагетти Похоже Кто-то пытался Есть их И просто Сдался Хе-хе Это записка От папируса Раз уж Спагетти Почему-то Все еще здесь Я решил Пожертвовать Их обществу Это настоящий Парк аттракционов Для вашего вкуса Неха-ха-ха-ха Папирус О да 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 Все Можно теперь Идти спокойно Это нам В прошлый раз Не дали Монстропутаница Выглядит Как снежный шар На самом деле Это снежный Десятигранник В хоккеюшку Можно сыграть Конечно же Точнее В гольфик Не знаю Стоит ли это того А то Что-то как-то Я все время Криво Это делал Так Здесь у нас Ничего Меня беспокоит Взросление Я больше не буду Тинейджером Нет Я против Я просто Придумываю Новые цифры Типа Двадцать Надцать Я например Вот тоже Всегда боялся И до сих пор Боюсь взрослений И делаю Все возможное Для того Чтобы Хотя бы Да Точнее Понимаете Даже не то Что взросление Как я Совсем Недавно Вчера На встречу Впустяков Общался Я Понимаю Что от взросления От того Что я буду Стареть Я никуда Не денусь Но я Не хочу Стать Рутинным Я не хочу Стать Унылым И даже Если я буду Взрослым Я стараюсь Всеми силами Не быть Таким Однообразным Ах Я чувствую Что ты хорошо Заботишься О части Мне Что я дал Тебе Хм Барьер Открыт Хм Что ж Если это тебя Не затруднит Не мог бы ты Отнести эту часть Меня на поверхность Я был бы Очень счастлив Конечно Родной Я С твоей частью Таскаюсь Уже Сколько 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 Доктор Она вернула К жизни Мою жену Мой сын Кажется Он опять Счастлив Наша семья Теперь Больше Чем Когда-либо Теперь Когда моя Жена Объединена С 16 Другими Существа Существами Снежик Мама Может Теперь И делить Разум С другими Монсами Но Она Все еще Моя Мама И это Охладительно Так как М Мы Типа Сделаны Изо льда И все Такое Что Это Шутка Смейся Ха-ха-ха-ха-ха Смешно Да Ладно Так Здесь У нас Парень Все пытался Поймать Себе Красотку Но Не получилось Ну А почему Мне так Не попробовать Выйду На Волгу Закину Удочку Со своим Номером Может Какая Девушка И поймается Почему Нет Ох Просто Лампа Удобной Формы Какая Прелесть Ой Ну А мы С вами Подходим Уже К концу Ребята Мы Уже Совсем Близко К Самому Начало Нашей Игры То С чего Мы Начинали Уже Два Раза Могу Сказать Я не Помню Чтобы Тут Так Было Длинно И Долго И Прям Совсем Длинно И Долго Хотя С другой Страны Мы Здесь Кажется Пробегали Сансом Ой Вот Оно Здесь Мы С вами Встречали Цветика Здесь Нас Пытался Становить Ториэль И Не Пустить В тот Мир Чтобы Асгар Нас Не Победил Все Это Мы С вами Пережили Преодолели Сделали Мы Красавчики А Нет Здесь Да Здесь У нас Извините Была Сличка Я Помню Эту Няшку Дверь Которая Так Счастливо Меня Было Видеть Она Первая Свидетельница Нашего Величия Нашей Решимости Не Убивать Ториэль Несмотря На то Что Она Всеми Силами Старалась Это Делать Ну там Понимаете Там Заметно Было Что Да Она Все Таки Цветовая Гамма Дома Ториэль Немного Отличается От Дома Асгара Это Сразу Заметно Все Это Все Еще Лишь Ты Фриск Ой Так Ну тут Шуточки Будут Приволточки Не Будем Это Все Читать Не Думаю Что Оно Там Изменилось Хотя С другой Старной Ториэль Уходя Может Могла Что-то Написать Интересно Не знаю Ну уж Ладно Не будем Вдаваться В подробности Пойдем Дальше Ой Старые Первые Локации Я Все Это Помню Представляете Блин Как это Давно Было Это Было Три Месяца Назад Я Три Месяца Назад Начал Это Прохождение Ква Ква Похоже Руины Наконец Открылись Может Быть Мы Должны Побывать В Другой Части Подземелья Что Барьер Тоже Открыт Давай Будем Идти Шаг За Шагом Окей Чувак Ну я Знаете Я Блин Я уже Пять лет Живу В Волгограде Я до сих Пор В шоке Я до сих Пор Просто Балдеет Всего Происходящего Я Я Не знаю Я так И не Привык Но я Всегда Был Достаточно Изолированным Ребенком И Блин Я Все Время Затрагиваю Эту Тему Которая Меня Все Время Здесь Волновала Начала Волновать Да О том Что Раньше Мой мир Был Достаточно Узкий И понятен И в нем Я был Королем Даже Ква Ква Желтые Имена Были Неплохими В следующий Раз Нам стоит Попробовать Расслабляющий Зеленый Ква Ква Ты когда Нибудь Находил Здесь Четвертого Фродита Ква Ква Говори Теперь Когда Твое Путешествие Окончено Может быть У тебя Есть Время Послушать Меня А то Некоторые Просто Нажимают Икс Пропускает Мои слова Верно Нажимая Икс Ты правда Повзрослел Не так ли Да Есть Такое Немножечко Так Здесь У нас Паучки Да Продавали Оставить Всем монет В паукине А почему Нет Несколько Пауков Сползли вниз И дали Вам пончик Мы еще И можем Покупать Пончики Похоже Что Сыр Кто-то Натусил Да Здравствует Мыш Ладно Как Вы думаете Ну Вы уже Поняли Что Я Я Целенаправленно Иду Ой Господи Я же Забыл Про это Место Я целенаправленно Кое-куда Иду Я знаю Что Нас Ждет Но Догадались Ли вы Что Нас Ждет А ведь Совсем Скоро Мы Это С вами Увидим И Это Очень Важно Для Меня Я думаю Для всех Это Важно Это Та Самая Мелочь Которая Абсолютно Не Обязательно Для Прохождения Но Без Этого Я Считаю Что Будет Все Это Немного Неполноцен Ква-ква Прошу Прощения Человек Похоже Ты Вырос И Стал Заботливым Добросовестным Человеком Не знаю Из-за Моей Воли Это Советы Или Нет Я Довольно Горд Ква-ква Здесь Перевернуты Конфеты Посмотрите Что Вы Затворили Мне До Сих Пор Стыдно Уже 22 Серия Мне До Сих Пор Стыдно Хватит Меня В Это Тыкать Носом Господи Я Извинил Я Хотел Стырить Зон Плохой Я Очень Плохой Человек Я Не знаю Чего Мне Все Герои Считают Ну А Мы Все Ближе И Ближе К Месту Нашего Падения Ребят К Тому Месту С Чего Все Началось Помните Как Ториэль Боялась Нас Спустить По Месту Самому И Провела Нас За Ру Ну А Вот И Конец Ну Совсем Чуть Конец Что Не хочешь Со мной Разговаривать Гордый Да Ну И Ладно Черт С тобой Так Ой Первое Обучение Какая Прелесть Первое Наше Сохранение Здесь Нас Чуть Не Убил В самом Начале Цветик А Здесь Мы С вами Упали И Да Мы Здесь Встречаем Азриэля Любующегося Желтым Цветами Не Беспокойся Обо Мне Кто-то Должен Позаботиться О этих Цветах Фриск Пожалуйста Оставь Меня В покое Я Не могу Вернуться Просто Не могу Понимаешь Не хочу Разбивать Их Сердца Снова Будет Лучше Если Они Никогда Меня Не Увидят Почему Ты Еще Здесь Ты Пытаешься Составить Мне Компанию Фриск Эй Позволь Мне Задать Тебе Вопрос Фриск Почему Ты Пришел Сюда Все Знают Легенду Правда Путешественники Забравшиеся На Гору Эбот Считается Пропавшим Фриск Зачем Ты Вообще Полез На Эту Гору Это Была Глупость Это Была Судьба Или Это Произошло Потому Что Ты Что Только Ты Знаешь Ответ Не Так Легенду Знаю Почему Сережа Забрался На Гору Это Было Не По Хорошей Причине Фриск Я Буду Честен С Тобой Сережа Ненавидел Человечество Он Никогда Не Говорил Почему Так Было Но Это Было Очень Сильное Чувство Фриск Ты Правда Отличаешься От Сережи Ну Хотя У вас Похожий Стиль Одежды Я Не Знаю Почему Вел Тебя Так Будто Ты Был Тем Же Самым Человеком Может Правда В том Что Сережа Был Далеко Не Великим Человеком В То Время Как Ты Фриск Ты Был Таким Другом О Котором Я Всегда Мечтал Так Что Может Я Был Слишком Резок К Тебе Давай Честно Думаю Нужно Рассказать Тебе Фриск Когда Сережа И я Соединили Наши Души Вместе Контроль Над Нашим Телом Был Разделен Между Нами Именно Он Подобрал Своё Собственное Пустое Тело И Потом Когда Мы Дошли До Деревни Он Был Тем Кто Хотел Использовать Нашу Полную Силу И Я Возразил И Тогда Из-за Меня Мы Ну Поэтому Я И Оказался Цветком Фриск Все Это Время Я Винил Себя За То Решение Поэтому Я Приобрел Это Ужасное Мировоззрение Убей Или Будешь Убит Но Теперь После Встречи С тобой Фриск Я Больше Ни О чем Не Жалею Это Был Правильный Поступок Если Б Я Убил Тех Людей Нам Бы Пришлось Вести Войну Против Всего Человечества А В итоге Все Ведь Освободилось Мне Еще Капельку Грустно Того Как Долго Это Заняло Так Что Возможно Это Было Не Идеальное Из Решений Но Не Гоже Всю Жизнь О Тяжелых Решениях Терзаться Верно Впрочем Не Так Уж Много Мне Жить Осталось Хотя Это Не Важно Фриск Спасибо Что Выслушал Теперь Тебе Лучше Пойти К Своим Друзьям Ладно А И Кстати В Будущем Если Ты Встретишь Меня Не Думай О Том Существе Как Обо Мне Договорились Я Хочу Чтоб В Твоих Воспоминаниях Я Остался Таким Твоим Недолгим Но Все Дружим И Еще Фриск Будь Осторожен В мире Снаружи Хорошо Чтобы Там Кто Не Думал Там Не Так Хорошо Как Тут Там Обитает Множество Цветиков Не Все Проблемы Можно Решить Простым Дружим Фриск Не Убивай Да Не Будешь Убить Лады Это Лучшее К Чему Ты Можешь Стремиться Что Ж Увидимся У Тебя Что Других Дел Нет Фриск У Тебя Что Других Дел Нет Вот Такая Вот Встреча Ребят Я считал Что Это Очень Важно Я Про Это Знал Я Считаю Что Это Нужно Было Сделать И Показать Вам Очень Знаете Очень Много Всего Он Сказал Интересного О том Что На самом Деле Наш Мир Людей В нем Очень Полно Цветиков Все Таки Давайте Не Рассматривать Эту Историю Да Как Реальность Будем Честны Игру Создавал Человек Это Его Плод Фантазии Это Его Переживания Это Его Мысль И Видно Этот Человек Сталкивался С Разнообразными Цветочками Которым Было Наплевать На Окружение На Все Они Просто Достигали Своих Целей И Возможно Мы Не Должны Позволять Себе Стремиться Мы Не Должны Стремиться К тому Чтобы Оказаться Цветочком Нет Очень много Всего Можно Тут Еще Разбирать И про то Как Их сознание Было Общим С Сережей И то Что На самом Деле Сережа Не Самый Хороший Человек И Почему Он Когда Оказался Цветочком Решил Нас Представить Другом Потому Что Мы Были Совершенно Другими Мы Были Теми О Ком Он Всегда Мечтал Очень Блин Это Все Очень Грустно Ребят Я Сейчас Сижу У Меня Внутри Все Дрожит Я Просто Несмотря На То Что Я Все Это Знаю Господи Это Все Ребят Понимаете Даже Даже Со Спой Понимаете Я Вообще Никогда Не Боялся Спойлеров Я Считаю Что Это Абсолютно Нормально И Я Не Вижу Проблем В Спойлерах Я Считаю Что Я Все Это Делал Ради Того Чтобы Сам Все Это Увидеть А То Что Мне Там Что То Сказали Что То Я Увидел Все Это Ну Ладно Ребят Я Сейчас Отключаюсь И И Иду В Конец Ну Что Ребят А вот Мы Уже И Перед Выходом Давайте Еще Раз Поговорим С Нашими Друзьями Напоследок И Отправимся Привет Привет Стоять Привет Я Забыл Привет Привет Альфис Улучшила Мой Телефон Я Сейчас Развлекаюсь Функцией Чата Санкс Зацени Което Блин Тори Это Жестоко Не Могу Поверить Что Королева Вернулась И В то Что Она Такая Дурашка Вы Двое Находитесь В метре Друг от Друга Зачем Вы Чатитесь Не Волнуйся Под Вирус Мы Чатимся По Уважительной Причине Это По Какой Но Просто Мы Дурашки Санкс Прошу Не Говори Так Ты Не Дурашка Скорее Ты Черепашка Хи 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 Ха Ха Еще Менее Смешным Когда Исходят От Нее Тогда Почему Ты Улыбаешься Это Улыбка Сочувствия Фриск Не Думай Что Тебе Забыли Я Тоже Писал Тебе Сообщение У Тебя Еще Остался Мой Номер После Всего Этого Разве Нет То В Прински Мы Могли Опять Играться С Телефоном Но Я Как Всегда Забыл Фриск Тори Рассказала Мне Как Испекла Для Тебя Рисковый Пирог Ох Надо Будет Как Нибудь Испить Чего Еще Для Всех Ох Это Звучит Действительно Хорошо Готовка Могу Я Помочь Погоди Секундочку А Может Я Тоже Помогу Конечно Вместе Будет В селе Готов Хотя Если Подумать Может Я Закажу Пиццу Так Фриск Как Насчет Небольшой Прогулки Пока Мы Не Уж Увидев Сколько Хороших Друзей Я Был Здесь Я Почти Уверен Что На самом Друзей Чего Больше Все Так У нее Закончились Диалоги Наверное По два По три Диалоги Да Будет Показал Извиняю У меня Нет Времени Чтобы Поговорить Фриск Я Должен Сейчас Работать Но Ты Не Работаешь Знаешь Я Очень Сосредоточен На Этом Все Санса Тоже Все Закончилось Итак Асгар Можешь Сделать Меня Членом Королевской Стражи Ну Папирус Теперь Когда Война Окончена Нам Больше Не Нужна Королевская Стража Что Тогда В чем Был Смысл Поисков Человека Он Прошел Весь Этот Путь А я Все Еще Не Член Королевской Стражи По Правде Это Худший Конец Из Возможных Видимо Ты Реально Запорол Свой Квест Фриск Но Я Великий Папирус Всегда Буду Твоим Другом Не Важно Как Сильно Ты Пытаешься От Него Избавиться Эй Это Правда Ай Почему Не Прогуляться Почему Ты Не Летаешь Так Ж Быстрее Да Фриск Почему Ты Не Летаешь Мм Алло Звучит Немного Опасно Но Он Не Умеет Летать Не С Таким Отношением Сходи На Прогулку Прогулки Полезны Для Твоих Костей Что Альфис Чем Ты Хочешь Заниматься Теперь Когда Мы Уже Свободны Теперь У нас Есть Целый Мир Для Исследований Да Ну Ну Разумеется Я выйду На улицу И Эм Нет Я Не Стану Врать Я Остану Здесь И Буду Смотреть Аниме Как Последняя Неудачница Ну И Правильно Вот Это Настрой Итак Праздник В честь Того Что Мы Лызеры Хе А Папирус Прав Моё Поражение Фриску Не лучшее Что Когда Либо Со мной Случалось Я Рада Что Мы Что Такое Асгар Эм А Что Такое Аниме Да Дедушка О Мой Бог Фриск Пожалуйста Помоги Объяснить Ангру Что Такое Аниме Видите Ли Что Это Вроде Мультфильма Но С Мечтами С Пушками С Мечтами С Мечами С Пушками С Мечами С Пушками Да И С Мечами С Пушками Это Как Мультик Но С Мечами Божечки Звучит Любопытно Где Оно Где Я Могу Увидеть Аниме Погодите М Думаю У меня Есть На Телефоне Вот Глядите Вот Это Ой М Это Это Не Что М Не Важно Божечки Эти Два Робота Что Целовались Да Уж До Чего Технология Дошла Не Так Ли Ага Действительно Эй Альфис Альфис Как думаешь Потом мы Посмотрим Что нибудь С драками Ой А потом Что нибудь С принцессами Или С дерущими Зи Принцессами Я Постараюсь Найти Что то В этом Духе Антайн Ура Эй Фриск Может Сходишь Повидаешь Шнапстаблук А Ой И передай ему От меня Привет Уже Сделал Я Это Уже Сделал Хандай Фриск Эм Скажи Мне Как думаешь Асгар Итория Или Когда нибудь Эм Когда нибудь Вновь Сойдется Конечно Да Да Я На это Тоже Надеюсь Только Представь Как Мило Бы Они Смотрелись Вместе Для Меня Это Быстро Станет Отключениями Всех Времен Номер Один Тори Егори Мой Мой Бывший Начальник Его Бывшая Жена Эм Внезапно Зазвучит И так Очень Крутно Хотя Я Возможно Не буду Писать Фанфики Про Существующих Лиц Я Име Ввиду Разве Настоящая Жизнь Это Не Вобще В Мир Фанфики А тут Ты Права Все Мы Герои Фанфики Главное Что Не Я Ой Но Не Говори Никому Что Я Сказала Потому Что Я Собираюсь Запостить Это В Сеть Я Очень Разбудитель Над Тем Что Я Смаку Воспользоваться Листским Интернетом Ставлю На То Что У Них Есть Все Что Андай И Я Могли Посмотреть О Да У Нас Появится Возможность Смотреть Аниме Онлайн Нет Роскомнадзор Будет Банить Пиратов Готовьтесь К этому Вы Две Дурочки Из Подземелья Не Знаете Как Нам Тут На самом Деле Сложно То Им Там Не Нравится Че То Мы Пиратим Че То Конечно Он Да Ради Чего По-твоему Мы Так Долго Боролись Конечно Же Ради Аниме Да Что Ты Упс Несчастье Я знала Что Ты Сделаешь Эту Шутку Погоди Альфис Я Не знал Что Ты Знаешь Санса Ну Я А Разве Все Не Знают Кто Черт Возьми Такой Санс Кто Блин Такой Санс Торель Блин Я Уже Ребят Я Уже За 22 Серии Настолько Устал От Этих Голосов Слава Богу Следующей Концовкой У нас Будет Геноцид И Уж По духу Все Это Будет Очень Сильно Отличаться Даже Мое Исполнение Так Эй Эй Фриск Почему Так Не Встретишься С Метатоном Он Тоже Был Здесь Недолго Но Он Сказал Что Ему Нужно Куда То Ити Битрис Мы Как Делички Фриск Прости Прости Что Почти Не Пытался Забрать Твое Душ Что Почти Попытал Я Очень Плохо Себя Чувствую Из-за Этого Надеюсь Мы Можем Остаться Друзьями Эй Не Волнуйся За Это Асгар По Моему Каждый Пытался Убить Фриска По Крайней Мере Хоть Раз О Понятно В Таком Случа Мне Не Жаль Фриск Асгар Я Не Это Имел В В В Фриск Я Только Понял Поскольку Мы Больше Не Сражаемся Друг С Другом Я Наконец Могу У Тебя Спросить Не Желаешь Ли Чашечку Чая Помните Да Этот Трогательный Момент Когда Он Хотел С Набедраться Он С Всеми Силами Не Хотел С Набедраться Не Желаешь Ли Чашечку Чая Да О Хорошо Хотя Тот Чай Уже Холодный Так Что Тебе Не Следует Его Пить Я Постоянно Пью Холодный Чай Я Постоянно Его Завариваю И Жду Пока Он Остынет Потому Что Как Можно Горячий Но Я Так Рад Что Ты Согласился Как Только У Меня Будет Возможность Я Тебе Его Сделаю Обязательно И Потом Мы Станем Хорошими Друзьями О Фриз Если Ты Не Сильно Занят Хорошие Дни Ты Должен Прогуляться По Округе И Приятно Провести Время Это Важно Но Мы Уже Прошлись Мы Это Делали Заранее Возможно Если Я Поговорил С Ториэль До Этого Она Начала Нам Написывать Сообщения Кучу Глупов Ладно Ну а Мы С вами Уходим Конец Ребята А ведь Это Блин И правда Конец На самом деле Пацифист Является Истинной Концовкой То есть Да Есть Геноцид Есть Нейтрал Это Тоже Концовки Они Тоже Имеют Право Жить Но Мацифист Она Не то Что Истинная Она Прям Финальная То есть Это Самый Главный Конец Все Остальное Это На Полпути Если Ты Уйдешь Сейчас То Твое Приключение Действительно Будет Окончено Но Прелесть Приключений Именно В том Что Когда Они Я думаю Если Жить Постоянно В одном Приключении То Ты не будешь Его считать Приключением Это Будет Просто Твоя Жизнь Твои Друзья Последуют За тобой К выходу Из Подземелья Не Уходить Я Готов Потому Что Делать Нам Здесь Больше Нечего Ну Что Ребята Вот Наконец То Спустя Столько Времени Мы Все Выбрались На Поверхность Вот Оно Солнце О Боже Разве Это Не Прекрасно Народ Ух ты Это Даже Лучше Чем По Телеку Понимаете В чем Еще Самая Главная Сложность Они Здесь Все До Этого Они Были По Отдельности Ну Максимум Два Персонажа И Хоть Как То Я Мог Свой Кривой Голос Адаптировать А тут Их Постоянно И Чувствуется Что Я Много Ошибаюсь Намного Лучше Вообще Гоза Намного Лучше Лучше Чем Я могла Представить Видите Я даже Перестраиваюсь В середине Фразы Фринск Ты живешь Совсем Этим Солнечные Лучи Такие Приятные И воздух Такой Свежий Я чувствую Себя Такой Живой Эй Санс Что Это За Гигантский Шар Мы Называем Это Солнце Дружище Так Это Солнце Ваушки Не могу Поверить Что Я Наконец Встретил Солнце Я Мог бы Стоять И любоваться Этим Часами Да Но Красиво Да Но Красиво Не так Ли Нам Действительно Стоит Подумать О том Что Делать Дальше Ах Конечно Народ Это Начало Нового Светлого Будущего Эра Мира Между Людьми И Монстрами Фриск Я должен Кое О чем Тебя Спросить Ты Будешь Нашим Послом Людей Быть Послом Да Да Фриск Будет Лучшим Да Фриск Будет Лучшим Послом А я Меликий Папирус Буду Лучшим Талисманом Пойду Произведу Хорошее Первое Впечатление Что ж Кому-то Нужно За ним Проклядывать Чтобы Он Не Попал В Передрягу Увидимся Ты В Другую Сторону Пошел Санкс Блин Мне Что Придется Все Делать С С С Папирус Постой Эй Амдайн Меня Подожди Упс Эм Должен ли Я Что-то Делать Ха-ха-ха Что ж Мне Пора А вот Тори Все-таки Неравнодушна Ой Как Неравнодушна Кажется Все Уходят Отправляться Фриск Ты Пришел Из Этого Мира Да У Тебя Наверное Есть Куда Вернуться Или Нет Что Ты Теперь Будешь Делать Я Хочу Остаться С Тобой Мне Есть Куда Вернуться Ой Сложный Выбор Ребят На самом Деле Я Конечно Понимаю Что Она Одинокая Потеряла Ребенка Потеряла Приемного Сына И Все Того Подобное Но Создавать Иллюзию Подыгрывать Все Я Конечно Понимаю Что Мы Тоже К Торе Лучше Привязались И Все Того Подобное Но Я Думаю Что Честнее Всего Будет Оставить Жить Жить Дальше Возможно Она Сойдется С Асгаром И У них Будет Свой Настоящий Ребенок А Делать Иллюзию Это Странно Ну И так Притом же Раскрою Вам Тайну Я Видел Вариант Я Хочу Остаться С тобой Поэтому Мне Ну Уж Очень Интересно Мне Есть Куда Завернуться О Понятно Тогда Надеюсь Я Тебя Не Задерживаю Ой Сделают Немножечко Такую Грустную Подпорченную Концовку Чтобы Такие Бомбануло Может быть Даже У вас Фриск Еще Увидимся Конечно Ториэль Друзьями Даже Чуть Чуть Больше Чем Друзья А Даже Как Родственные Души Мы Увидимся Я же Не Бросаю Вас Я Просто Остаюсь Но На самом Деле Мой Выбор Ничего Не Дал Ничего Не Показал Мы Просто Скипнули Минутный Ролик Фрогет Размышляет О жизни Плаксилот Все еще Чувствует Себя Немного Виноватым Мини Жел И Глазастик Нашел Себе Новую Пещеру Реабилитировавшийся Хулиган Овощник И Миклос Известный Диетолог Просто Наслаждается Жизнью Напф Таблук Пугающий Диджей Оуе Акепчик Папирус И Уточка Санс Особое Вдохновление Снега Цирп И Ледошляп Почти Успешный Комик Думает О своей Шляпе Гиф Трот И Дого Ищет Покой И тишины Нашел Себе Собаку Поводыря Догами И Догоресса Наконец-то Чемпионы Паракю Носом Пес Поменьше Пес Побольше Ищет Любви Зволнован Изменениям В жизни Да Андайн Альфис Броня Ну Почитайте Сами Ники Эти Ха Ха Да На этом Я Ха Не Весело Заразить Аарон И Мега Жел Исследователь Паранормального Мирно Живет На пляже Мойша И Тимми Легендарный Уборщик Тимми Безумный Манекен Из Мурена Успокоился Совсем Немного Снова Учится Играть На Фортепьяно Догадайтесь Кто Это Метатон Видите Видите Они четвертого В группу Взяли Они четвертого В группу Взяли Он хотел Быть Великим Артистом И метатон Сделал его Вулканчик И цунтера Планк Подбадривающий Обогреватель В конце концов Призналась Что это не так Фитилек И мафец Сейчас В самом Большом Мире Торте На дне Рождения Открыла Новую Успешную Паучу Пекарню Королевская Стража Наши Леуговники Включайте Фантазию Ооо Нет Финальный Прогиб И Плакс Силот Придает Жизни Свой Собственный Смысл Долгая Битва Подходит К концу Астегматизм Продавец Очков Не Конкуренция Мэджик И рыцарь Сныцарь Уличный Маг И заслуженно Спит Аль Малгалы Куч Живут Со Своими Семьями Асгар Монстренок Ториэль Стала Все-таки Учительницей Как и хотела Все они На поверхности Нашли Свою Жизнь Свою Судьбу Ну давай Всплывай Уже Давай Давай Не кини Мы долго К этому Шли 22 серии Многие Почасовые 40 минут И вот Наконец Эй Конец Верни Ха Ха Ты действительно Подумал Что это Все Я В смысле Мы еще Не выразили Наши Освобые Благодарности Готов Давай Покончим С этим Вот Это тот Самый Момент Когда я Должен Буду Уворачиваться От Титров Я Постараюсь Ребята Это Сделать Это Последний Ай Все Мы Зафейлились Мы не Попадем С вами В ту Комнату Я Случайно Зацепил Я Просто Чего Чего Как Как От этого Увернуться Вы Больные Я От этого Никак Не Увернусь Ладно Давайте Тогда Просто Помечать Всех Потому что Людей Которых Мы Зацепим Попадут Хитры Видите Это Прям Самое Жестокое Что Может Быть Конечно Я знаю Что Будет Еще Более Жесткое Но Все Равно Ну Мы Все Равно Зафейлились Я Не знаю Зачем Этот Знак Бесконечности У нас Внизу И Три Я Ничего Например Сделать И нажать Не могу Так что Я Не знаю Вот И Если Вот Это Все Пройти И Ни Одно Ими Не Зацепить Мы Сможем Попасть С вами В ту Комнату Чего Я Не Смог Сделать Практически В самом Начале И Поэтому Я Теперь Занимаюсь Фигней Помимо Пытаясь Как можно Больше Людей Которым Выражают Особые Благодарности Пометики Это Полная Дичь Ребята Полная Ёлки Палки Мать Его Дичь Я От Этого Всего Никогда Не Увернулся Уж Простите Ну Вот Ребята Вот Такой У нас Конец Наконец Таки Мы Это Сделали Мы Узнали Чем Все Все Таки Это Закончится Конечно Мы С вами Еще Увидимся И Услышимся Вот Тронутые Титры Еще Увидимся И Услышимся Но Уже При Достаточно Плохих И Грустных Событиях Спасибо Друзья Мистем За Поддержку Undertale Tame Благодаря Тебя игрок От всего Нашего Сердца Без Тебя Это Все Было Бо Невозможно Доброй Ночи Вот Откуда Ты Знаешь Что У Меня Два Часа Ночи Сейчас На Часах Что Что Это Было Общая Фотография Ребят Да Это Наконец-то Конец Надеюсь Вам понравилась Эта история И Знаете Если Если Вы Не Хотите Узнать Изнанку Эта История Узнать Плохие Вещи Об этой Истории То Я Вам Рекомендую Сделать Это Последней Серии Дальше Я Вам Не Советую Смотреть То Что Дальше Будут Весьма Грустные И Страшные Вещи Я Я Уже Достаточно Взрослый Человек Я Прекрасно Понимаю Что Ничего Хорошего Только Хорошего Быть Не Может Всегда Все Имеет Обратную Сторону Я Вообще Не Верю В то Что Может Быть Только Все Хорошо Так И С Этой Игрой На самом деле Она Гораздо Взрослей Гораздо Серьезнее Чем Она Пытается Себя Показать Не Она Себя Пытается Показать Несерьезной Это Не Значит Что В ней Не Встречаются Очень Умные Интересные Вещи И То Что Мы С Вами Увидим Дальше Будет Очень Плохо И Я Вас Заклинаю Уважаемый Зритель Если Вы Действительно Не Хотите Немножечко Разочароваться Во всем Этом Если Вы Действительно Хотите Оставить Все Это Приятное Послевкусие То Не Смотрите Следующие Мои Серии Так Что Так Ребят Потому Что Дальше У нас Будет Геноцид Что Я Все Больше Ничего Не Могу Ну Зачем Ты Завалился Вставай Ну Вставай Господи Как Выключить Эту Игру Наверное Давайте Так Ну Что Ребят С вами Был Гремлин Серж Кутя Стоять Я Обещал Сделать Здесь Вставочку С той Секретной Комнатой Навряд Ли Мы Ее Увидим А В Геноцид Вставлять Что Более Позитивное Я не Буду По духу Прохождение Геноцида Будет Совсем Другим И Скажу Честно Я Просто Задолбался Все Это Озвучивать Поэтому Я Все Буду Читать Одним Голосом Поэтому Тоже Не Смотрите Эту Серию Поверьте Мне НЕ СМАТРИТЕ А Сейчас Небольшая Вставочка Вставочка А потом Опять Включение Вот Этой Замечательной Картины Ну А Вот И Та Самая Секретная Комната Которую Я Обещал Вам Показать Не Буду Ничего Вам Говорить Любуйтесь Лицезрейте И Наслаждайтесь Лицезрейте 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 Голосом Лицезрейiyor С вами был Гремлин Серж И если вам вдруг понравилась эта серия То можете поставить ей палец вверх И написать комментарий Кто вам больше нравился из персонажей Какие локации вам нравились Все можете писать Пишите будете ли вы смотреть прохождение геноцида Или оставите все как есть на данный момент Ну а также переходите на канал Taurus Gaming Revival Где у нас летсплееры проходят другие видео Все они весьма великолепны И хорошо справляются с этой задачей И вы обязаны посмотреть эти серии Они классные Переходите тоже смотрите Пишите комментарии И лайкайте Но До свидания Привет Кажется все совершенно счастливо Монстры вернулись на поверхность Мир и процедание будет править на земле Глубоко вздохни Тебе совсем не о чем волноваться Ну Есть кое-что Одна последняя угроза Кое-что силой что может стереть все Все на чем так сильно трудились Ты знаешь о кого я говорю не так ли? Верно Я говорю о тебе У тебя еще есть сила сбросить все Турель Санса Асгар Альфис Папирус Андаин Если ты хочешь Каждый будет стерт из этой временной линии И все вернется обратно Будто никогда и не случалось Никто ничего не вспомнит Ты можешь делать все что пожелаешь Это сила Я знаю эту силу Сила против которой ты боролся Верно? Сила которую я хотел использовать Сейчас Иди стереть все Я Не знаю смогу ли я сделать все снова Но после того Прошу Просто отпусти их Пусть Фриск будет счастлив Пусть Пусть живет своей жизнью Но Если я не смогу переубедить тебя Если ты сделаешь это стерев все Ты сотрешь и мои воспоминания тоже Прости Наверное это звучало уже сотни раз Верно? Что ж Вот и все Увидимся Сережа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!